Продолжение следует... 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 Для того, как у них много выходцев из карате, они приглашают тайцев, приглашают кикбоксеров из Европы и Америки. И для того, чтобы условия были равны для всех бойцов, сделали нечто среднее между всеми этими правилами. Потому как бы К1 на данный момент это самый зрелищный и самый плотный, можно сказать, бой. То есть там могут принимать участь и боксеры, и кикбоксеры, и тайские боксеры, и каратисты? Да, да, да. Ну обычно участвуют звезды именно. Это минимум чемпионы мира среди профессионалов по разным версиям. Карате, моэйтай или кикбоксинга. Ну и перейдем до самого чемпиона. Роман, расскажи, пожалуйста, у тебя было два поединка с итальянцем Стефаном Бонороевым и россиянином Даниле Утенковым. Кто, может быть, с кем было ваще и почему? Тяжелее, наверное, для меня было с Утенковым, так как он боксер, сильно бил. Я волновался, переживал, что могу пропустить и проиграть. Но все прошло хорошо. Я выиграл. Стефаном Боноро, он что-то тебе запрогнувал, что-то незвичайное, чего ты не был готовый, или все, как всегда было с ним? Потому что ты уверен, что с ним боксировал, не ввечаясь на то, что и он, и ты можете бить ногами на отличие от Утенковым. Ну, с ним все было хорошо, нормально. Только ноги об него поразбивали, а так было все. Это вообще происходило протягом одного дня? Да. И вообще, это сложно боксировать два поединка, по три раунди, по три хвилини протягом одного дня? Такие, в принципе, ответственные вещи. Да, это очень тяжело, потому что после первого боя ноги побиты, травмы. Надо выходить на второй и тяжело побитый, уставший. Как вообще проходит подготовка до таких боев? Это же не любители, это профессиональные, возможно, какие-нибудь, ну, не секреты, но все же таки азы. Как готовить чемпиона? Ну, как бы подготовка проходит, в принципе, ну, если честно, подготовка где-то она похожа, профессиональная, любительская. Единственное, как бы в любительском таиландском боксе или кикбоксинге, это, как бы, можно сказать, турнирный боец, который едет на соревнования, он участвует в нескольких боях. Это соревнования проходят три дня, там, или четыре, два, и это спортсмен проводит несколько поединков. Вот четверка, как раз, это уже похоже на турнирный, как бы, ну, именно на турнир из нескольких поединков. Потому здесь, в принципе, подготовка похожа. Ну, здесь самое главное, в принципе, именно понять, как боксирует соперник, вычислить его манеру ведения боя, тактику, технику. Вот для этого мы несколько раз посмотрели видео поединков. И, как бы, в принципе, такого ничего мы не увидели, чтобы конкретно индивидуально кому-то готовиться. Но были наработки, примерно, там, на лапах и в парах отрабатывали то, что надо было сделать именно в этих поединках. Ну, все же таки, режим тренувания был уже не таким, как, естественно, например, если подготовить, сравнивать подготовку до, например, чемпионата Украины, або области, и сравнивать подготовку до такого турнира, до титльной четверки. Все же таки, были навантажения сбольшены, или такие же? Нет, ну, конечно, нагрузки были увеличены, подготовка шла у нас три раза в день. Это у нас на шесть была утра тренировка, в одиннадцать и на пять или на шесть часов вечера. Ну, это около семи-восьми часов тренировочного процесса. В принципе, были такие у нас подготовки на чемпионаты мира по любителям. Ну, где-то вот готовились так, как на чемпионаты мира по любителям, ну, может быть, чуть-чуть больше. И тут еще проблема была в том, что перед этим Роман Молилов три месяца на ринг не выходил, у него была операция на колени, чуть со здоровьем была проблема, гриппом переболел. Ну, как бы ему было в два раза просто тяжелее этот именно тренировочный процесс, чем все остальные. А для профессионального бойца он включается в подготовку очень быстро, так как он привык уже готовиться. Это буквально неделя, и он уже входит в форму. Роман, когда ты получил поезд, когда ты понимал, что поезд твой уже, сразу после того, как ты сделал этот чудовый кикутенковый, что ты подумал, какие у тебя были первые эмоции, какие думки? Ну, очень рад был, не знаю, эмоции. Ну, вообще, если говорить отверто, когда ты уже пришел до раздягания, когда ты взял мобильный телефон, от кого были, возможно, звонки, или ты кому зателегнул, кому, кто тебе что говорил, кто первый тебя приветствовал, дорогой? Ну, мама, названий было очень много, и брат. Кто болевал тут, маты, брат, кто вообще? Ну, и все друзья, соклубники. Ну, еще, если я не хочу сказать, к нему прямо в Москву приехал отец болеть, там было много именно их родственников, которые живут в Москве, за них болели, за него. Потому как бы поддержка была очень серьезная. Ну, плюс он зрелищный боец, ползал, конечно, даже если, когда он боксировал с утенковым, с россиянином, ползал, все равно болел за Романа. Потому что его уже знают, его уже любят, и у него интересная именно манера ведения боя зрелищная. То, что надо для именно профессиональных шоу. Вообще, если говорить о будущем Романа, он сейчас планирует, или вы планируете, или не планируете переходить полностью к профессионалу? Или все же таки и в любительском, и в аматорском, и в боксинге тоже будет выступать? Ну, есть, не знаю, может, Роман добавить, да что-нибудь. Есть цели, которые надо еще достичь. Надо поставить, например, себе цель. Он еще не был чемпионом мира по тайландскому боксу среди взрослых. Конечно, хотелось бы стать чемпионом мира. Он не был еще чемпионом Европы среди взрослых по тайландскому боксу. Он выигрывал чемпионом мира по кикбоксингу среди взрослых. И по муай-тай он был всего лишь чемпионом мира по юниорам. Потому есть еще цели, которых надо достичь. Все-таки хочется стать мастером спорта международного класса, заслуженным мастером спорта. Как бы вот такие на данный момент цели. И, конечно, попутно, на данный момент пока попутно выступление по профессионалам. Вот сейчас, после поединка, нам уже предложили поединок в апреле, у него будет суперфайт в Москве против Алексея Радика, очень хорошего российского кикбоксера, очень сильного. И в июне, возможно, в июне будет все-таки защита титула против именно австрийца Саши Ивановича. Этот бой все хотят увидеть, потому как и мы хотим этого боя. Это будет очень зрелищный поединок и очень серьезная проверка для Романа Маилова. Что даст перемогу, например, в суперфайке против Радика? Ну, это еще один опыт. Еще один опыт. Он будет боксировать совсем с другим противником. Тем более у противника манера ведения боя похожа на Сергея Лепинца, которому он проиграл. Возможно, он когда-нибудь возьмет реванш. Потому что это еще один очень серьезный и большой опыт для него. И продвижение дальше. То есть, в принципе, перспективы есть у кикбоксинга. Вы имеете в виду, что Роман выступил и сразу посыпалась пропозиция от промоутеров. Ну, как бы, не то, чтобы сразу. Вот, все-таки он завел титул чемпиона мира. А сейчас это очень развивающаяся серьезная версия. По ней боксируют очень много разных спортсменов из разных стран. Вот в апреле, когда у него будет суперфайт, в четверке за титул чемпиона мира в 71 килограмм будет участвовать Майк Замбидис. Это звезда К1. И на данный момент по рейтингам К1 он считается самым лучшим бойцом и самым зрелищным. Майк Замбидис будет боксировать тоже против украинского бойца. Это Одессита, первого номера сборная в 70 килограмм, Энрике Гугохи. То есть, будет на что посмотреть. Да, будет на что посмотреть. И не зря именно в такие хорошие турниры пригласили Романа Маилова. Потому что знают, что это будет очень красивый, хороший суперфайт. Роман, ты вообще как старший тренер области скикбоксингу, как тренер ДСШ номер 4 в городе Полтаве. Взагалі у нас есть перспективные бойцы, кроме Романа Маилова? Есть. У нас сейчас, можно сказать, подрастают такие маленькие звездочки. У нас очень серьезная школа. У нас хороший коллектив и тренеровский, и спортсменов. На данный момент у нас, например, большие надежды подает Алим Набиев, который на первом этапе Кубка Украины, можно сказать, вырвал победу у первого номера сборной Сергея Кулябы из Одессы. Но все-таки у первого номера сборной надо выигрывать увереннее, потому как бы отдали победу Сергею Кулябе. Но такая победа уже ставит его на уровень выше. Он будет дальше увереннее. И я думаю, что это тоже будущая звезда и по профессионалам, и в любительском тайском боксе и кикбоксинге. Ну и кроме него еще есть пара человек у нас. Если говорить про поддержку влады, вы чувствуете поддержку с боку органов государственной влады? Финансово, хотя бы морально. Ну, если честно, с каждым годом было очень трудно с этим у нас раньше. С каждым годом все-таки, может быть, из-за того, что все-таки популярность вида единоборств именно растет. Все-таки на нас, может, обратили внимание, какие результаты у нас растут. На данный момент, вот в этом году очень приятно, что областное управление на каждый турнир, на который мы выезжаем, нам беспрекословно выделяется финансовая помощь. И команда может уже спокойно поехать не за свои деньги, а уже за деньги спорт управления. Точно так же помогает по возможности нам и городское управление. Как бы, сейчас очень тяжелый год, все мы понимаем, что денег очень мало, но управление находит какую-то возможность для того, чтобы все-таки команда куда-то поехала. Я дякую вам, хлопцы, за то, что вы завитали до нашей студии. Роман, тебе еще раз с титулом, тебе с Романа, что называется. Приезжайте, приходите до нас еще и привозьте нам новые победы. Это была программа «Третий тайм». Моими гостями были чемпионы света среди профессионалов с кикбоксинга Роман Маилов и его тренер Руслан Кривуша. До встречи на телеканале «Алтава». Редактор субтитров А.Семкин